Герой программы «Семь вопросов» Туяна Бадмаева, директор магазина «Баян Бренд». Вообще, если говорить об истории создания нашего бренда, это буряский бренд «Баян Бренд», мы начали всё это движение с моей подругой. Я зовут Саяна Бадмаева, и Саяна является дизайнером всех наших коллекций. Вообще, мы работаем вместе, поэтому именно Саяна берёт производственную часть. Это разработка новых коллекций, одежд, а я уже занимаюсь коммерческой деятельностью, коммерческой частью. То есть, моя задача продвинуть, продать то, что Саяна придумывает. Идея, знаете, зарождалась и давно, и давно. Мы с Саяной в 2011 году вместе переехали в Монголию, и там прожили 7 лет. 7 лет, получается, и за всё это время мы занимались туризмом, помогали, допустим, тем же туристам выбирать там себе одежду. И нам очень так было интересно, что люди выбирают этнический стиль. Потому что в Монголии это очень популярно и развито. Очень много компаний, брендов, которые именно шьют в этническом стиле. И всё равно нам хотелось, наверное, сделать что-то своё, внести какие-то свои изюминки. И вот Саяна, она у меня очень творческая девушка. И вот она говорит, давайте предложила, а давай что-нибудь своё придумаем. И мы решили создать такой интернет-магазин. Для начала мы думали, что это просто будет пошив на заказ. Но опять-таки Улан-Удэ отреагировал очень бурно на нашу деятельность. И вот пошли подписчики первые, пошли первые заказы, продажи. И потихоньку мы начали увеличивать своё производство. Больше у нас повседневная одежда получается. Мы у нас, даже девиз нашего бренда, этно-стиль, именно на каждый день. То есть мы шьём повседневную одежду. Даже вот сейчас я в платье из нашей коллекции одной. Нарядное платье с стойкой ворот, например, и орнаментом. Получается, я могу одеть и на работу, и пойти на праздник. И также, в принципе, для мужчин мы предлагаем рубашки. Рубашки на каждый день на работу, в офис можно одеть. И также пойти на мероприятие, на свадьбу-другу, например. Я окончила Бурятский государственный университет. У меня идёт образование филологическое. Преподаватель монгольского английского языков. Почему я уехала, собственно, в Монголию? Потому что где изучать монгольский, как не в Монголии, да? Странно было бы, если я уехала, не знаю, в Австралию, да? Поэтому я поехала в Монголию, поступила в магистратуру. Там именно у меня полностью тематика была принципа перевода. Вот на трёх языках монгольский, английский и русский. Я очень люблю свою профессию. Наверное, и до сих пор я провожу интернет-онлайн уроки по русскому, по английскому, по монгольскому языку. Мне это очень нравится. И вот когда я жила в Монголии, я работала в филиале технологического университета нашего, ВСГТУ, только в Ланбаторе. Преподавала английский язык для студентов. Далее, ну там же в Ланбаторе, да, мы с подругой Саяной открывали языковой центр. Мы преподавали русский язык для монголов. Вообще, вот, наверное, много, что связано с моей профессией. Плюс, наверное, даже очень хороший плюс, то, что я именно училась на монголоведении, это то, что я знаю культуру, я знаю обычаи, традиции. И плюс я сама, мы вот с Саяной прожили вместе в Монголии очень много лет и впитали в себя вот всё, что вот нужно в плане этники. Ну и, конечно же, мы подпитываемся всей огромной большой историей бурят-монголов. Плюс я поступила в Ланбаторе на бизнес-управление, я ещё являюсь магистрантом. Именно учила, представляете, бизнес в Монголии на монгольском языке. Ну это было круто. Но плюс, наверное, всё равно должна быть какая-то жилка внутри, да. Это же не просто так вот взять и начать заниматься бизнесом. А это у меня внутри глубоко есть. И всегда было. И бабушка до сих пор, да, продаёт свои вот, как белую пищу, которая сама делает и так далее. Мама моя, у моей мамы есть тоже магазин. И, соответственно, у меня есть магазин, да. Наверное, это генетически передалось. Я не ставлю перед собой каких-то грани, точек, да. Вот сказать, всё, мы на пике, это будет очень глупо. Потому что мы только-только начинаем. Мы на самом деле именно в коммерческой деятельности, да, вот именно в торговой деятельности. Мы очень маленькие. Только-только наш путь начинается. Всего мы проработали полтора года. Я думаю, это совсем ещё такой, ну, основательный фундамент для дальнейшего большого уже развития. Потому что мы не хотим останавливаться только на Улан-Удэ. Мы хотим расширяться, мы хотим становиться более известными в разных странах, в городах. Так, чтобы были везде наши магазины, филиалы. Ну, это наши планы. Это, знаете, вообще суперский вопрос, очень хороший, да. Потому что вот, наверное, плюс, когда ты работаешь на себя. Это то, что ты можешь всё совмещать. У меня у нас, у нас вот офис довольно большой. И там у нас есть ещё кабинет специальный. И мы там занимаемся именно, я вот делаю, допустим, изделия из кожи. Это моё хобби, которое я параллельно развиваю, параллельно бизнесу, да. Изделия из кожи. Я училась на курсах именно кожеверного мастерства. И сама я сижу, и учу других людей делать изделия из кожи. Плюс у нас есть мастер, который делает серёжки в этническом стиле. Плюс есть мастер, который ещё рисует на ткани, да. Красивые какие-то орнаменты этнические. Просто, знаете, работать в бизнесе, это помогает, наверное, развивать себя. Плюс какие-то свои интересы, хобби воплощать в жизнь. Вот, например, я всегда мечтала стать фотографом. Ну, как, какое-то желание, да, интерес. Я обучилась и заказала себе все студийные разные там штучки, да, свет и так далее. И сама тоже какие-то коллекции могу фотографировать. Мне это очень нравится. И плюс вот, наверное, это поддержка семьи. То, что любые желания, хобби, интересы все поддерживаются. И можно их осуществлять параллельно своей работе. Вообще у нас идеи всегда. Мы можем даже ночью проснуться с Аяной, да, и начать переписку. Вот такая идея пришла в голову, давай всё воплощаем. Наверное, у нас главный плюс, что мы вот задумали, делаем сразу. Не думаем, что получится, не получится. Главное взять и начать сделать. А потом уже видно будет. Ближайший наш план, вот 15 октября, мы запускаем уже новогоднюю коллекцию, то есть зимнюю коллекцию. И далее в планах открыть магазины в Иркутске. Это, ну, как ближайший город, да, довольно-таки большой. Там у нас очень много клиентов, которые ждут открытия магазина. Мы планируем, скоро будем открывать. И плюс нам очень интересно, это Якутия, Калмыкия, Казахстан, потому что оттуда очень большие заказы и постоянные клиенты у нас. Ну, в первые годы, когда я переехала в Монголию, мне, наверное, ещё, это было 20 лет мне буквально, мне казалось, всё, я нашла то место, где я буду жить всю жизнь, да. Но это был только на тот период времени. Когда я уже прожила достаточное количество времени, знаете, какое осознание пришло, что нужно возвращаться домой, да, потому что где родился, там не пригодился, в принципе. Дома хорошо, дома всегда тебя ждут, да, дома всегда, наверное, увереннее себя чувствуешь. И плюс, допустим, когда некоторые говорят, что тут нечего делать, прям тут денег нет, зарплаты маленькие. Ну, я не знаю, это кто как живёт, наверное, кто как воспринимает. Не знаю, если что-то сделать интересное, уникальное, допустим, да, отличающееся от других, то всё нормально. И деньги есть, и возможности есть, и перспективы есть, в принципе, и поддержка от государства есть. Поэтому, ну, конечно, может кто-то и уедет, но всё равно приедет обратно. Продолжение следует...